МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала СКАД продолжает самарский телевизионный вестник. Студия Александр Семенов. И вот что вы увидите в нашей программе. То есть они смогут наблюдать первое. Это работу мастеров. От пекаря до токаря. В Самарской области пройдет конкурс молодых специалистов. Вот эту технологию хотим распространить по всей области, чтобы людям было удобнее. Больше возможностей. В Самаре открылся пункт занятости для инвалидов. Можно посмотреть, сколько Зенит забил за текущий сезон. Сыграют с Грандом. Крылья Советов готовятся к одному из самых тяжелейших матчей в сезоне. Начну с неутешительной новости. В России в Самаре пробок станет еще больше. По сообщению областного министерства транспорта и автомобильных дорог, на неопределенный срок перекроют движение по одной из основных магистралей города. Проезд закроют на дороге дублёре Московского шоссе от пересечения с улицы Губанова до проспекта Кирова в связи с проведением реконструкции и строительством тоннеля. Движение восстановят после окончания работы. Общественный транспорт будет следовать по измененной схеме. С ней можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Плату за проезд снизят студенческой общественности. Профсоюзы после переговоров с властями разных уровней добились своего. В пятницу, 18 ноября, было подписано постановление об установлении льготного тарифа на проезд в общественном транспорте для школьников и студентов. Официально это решение стало результатом договоренности между администрацией Самары, Федерацией профсоюзов, Союзом работодателей и Советов ректоров самарских вузов. Проезд в общественном транспорте для школьников и студентов с 1 декабря составит 13 рублей. Безлимитная транспортная карта на месяц для школьников будет стоить 500 рублей, для студентов 650 рублей. Напомню, чтобы проблема была решена в пользу школьников и студентов, накануне губернатор Самарской области Николай Меркушкин поручил еще раз тщательно рассмотреть данный вопрос. После такого рассмотрения решение было принято. Самарского адвоката и полицейского подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, двое мужчин, предварительно договорившись, обманули жительницу Самары, пояснив ей, что ее сестру, уже отбывающую срок в колонии, якобы могут обвинить еще в одном преступлении. Взамен, чтобы не давать делу ход и помочь в условно-досрочном освобождении, злоумышленники потребовали 3 миллиона рублей. Одного из подозреваемых задержали сотрудники областного управления ФСБ и ГУФСИН. В начале ноября этого года, в момент передачи части денег. В момент передачи денежных средств в размере 300 тысяч рублей, а также муляжа денежных средств в размере 1 миллиона рублей, один из подозреваемых был задержан. Впоследствии также был задержан второй подозреваемый. В настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании мероприятия. Больше возможностей. В Самаре открылся пункт занятости для инвалидов. В нем работают психологи и консультанты профориентации. Какие вакансии предлагают центры и какими еще услугами смогут воспользоваться люди с инвалидностью, выясняла наша съемочная группа. Юлия Ломкина устроилась сюда через центр занятости. Теперь ее задача помогать соискателям определиться с выбором работы. Люди бывают всякие, и мы понимаем, что с инвалидностью человек, когда он получает инвалидность, у него морально ему тяжело. Но мы объясняем, что на этом жизнь не закончилась. То, что жизнь продвигается, и надо жить дальше. И на собственном примере я показываю, что человек с инвалидностью также может работать. Информацию отсюда направляют в центр занятости. Согласно закону о квотировании рабочих мест, работодатели с коллективом больше 35 человек, 2% мест должны предоставлять людям с ограниченными возможностями. Чтобы получить работу через этот пункт, необходимо принести пакет документов, справку об инвалидности, паспорт и СНИЛС. Также надо пройти медико-социальную экспертизу и, получив заключение, отправиться на консультацию. Записаться можно и через сайт госуслуг. 23 ноября здесь заработает и отделение пенсионного фонда. Мы должны сделать все условия для того, чтобы человек с ограниченными возможностями никогда не чувствовал себя инвалидом. Чтобы все возможности для него были открыты в нашем городе. Поэтому здесь мы видим, что он может оформить инвалидность, может получить консультацию работников пенсионного фонда, может получить консультацию, и не только консультацию, но еще и может трудоустроиться и нормально продолжить свою жизнь. Все сделать для того, чтобы спокойно развиваться, не чувствовать никаких ограничений. Мы вот эту технологию хотим распространить по всей области, чтобы людям было удобнее. Им не надо искать вакансии. Во-первых, очень многие получили, опускают руки, а здесь их, будем так говорить, подхватывают и говорят о том, что трудиться могут все. Вопрос только в желании. Кто-то желает, кто-то не желает. Но мы предлагаем эти возможности. А воспользоваться это уже человек сам принимает решение. Адрес центра Венцик 65. График работы указан на сайте. Подробности также можно получить по телефону бюро. Анастасия Шамшурин, Николай Сидоров, Ильина Игнатьева, СТВ. За год цены на недвижимость в регионе снизились на 10%. При этом на первом месте среди предложений о продаже однокомнатные квартиры. Их почти полторы тысячи. На втором месте двухкомнатные. В трехкомнатных на этом фоне совсем мало. Всего более 700 предложений. Снижение спроса на недвижимость связано с реальным снижением доходов россиян. И это продолжается уже на протяжении двух лет. Кроме того, говорят специалисты, влияют и весьма высокие ставки по ипотеке. В среднем 12% годовых. У людей попросту нет денег на приобретение другого, пусть и даже вторичного жилья. Из этих факторов и вытекает снижение цен на недвижимость. Однако процесс этот может остановиться и даже дать задний ход. Причем даже в самое ближайшее время. Это и в совокупности дает уменьшение спроса, падение цен на недвижимость. Причем действительно по всей стране и в частности Самарской области. Если смотреть по Самаре отдельно, то еще в начале года средняя цена квадратного метра жилья была 65 тысяч рублей за метр. А сейчас примерно 61,5 тысяч. А теперь расскажу о ценах на прилавках региона. В Самарской области за неделю подорожали огурцы и помидоры, сообщает Самарстат. Это связано с сезоном, точнее не сезоном для этих продуктов. Огурцы стали стоить на 8% больше, томаты на 5%. А вот морковь несколько выросла в цене на 4%. Переписали ценники и на замороженные куры плюс 3%. В этом отношении есть и очень приятные новости для наших потребителей. Гречка стала дешеветь, правда не на много, всего на 2%. Настолько же со знаком минус переписали ценники и на сахар-песок. Остальные продукты питания остались на прежнем уровне без изменений. Реклама пролетит незаметно, не переключайтесь. Можно посмотреть, сколько «Зенит» забил за текущий сезон. Сыграют с грандом, крылья советов готовятся к одному из самых тяжелейших матчей в сезоне. Конкурс мастерства 23 ноября. В Самарской области стартует открытый региональный чемпионат. Молодые профессионалы в нем примут участие специалисты, студенты вузов и колледжей, а также школьники. Соревноваться будут в различных сферах, от сварочного дела до ресторанного сервиса. Все подробности в нашем следующем сюжете. Чемпионат будет проводиться в двух возрастных категориях. Для студентов профессиональных вузов и СУЗов и молодых рабочих в возрасте от 16 до 22 лет, а также среди школьников от 10 до 17 лет. Наш регион одним из первых присоединился к движению и участвует в конкурсе молодых специалистов по рабочим профессиям уже четвертый год. И уже есть хорошие результаты. Было завоевано 36 медалей. Девять человек вошли в расширенный состав сборной страны. И по общему количеству медальных очков Самарская область занимает восьмую позицию и в 43. По данным регионального министерства образования, сейчас около 50% выпускников девятых классов и 10% одиннадцатиклассников выбирают среднее профессиональное образование. Но есть проблема. Ежегодно на обучение рабочим профессиям Самарской области затрачивается около 2,5 миллиардов рублей. А потом столько же вынуждены тратить работодатели, чтобы добиться от выпускников учебных заведений того, что требуется для реальной работы. Сейчас ситуация меняется. При составлении учебных программ учитываются требования предприятий и организаций, в которые выпускники придут работать. Чемпионат молодые профессионалы как раз и помогает проверить истинный уровень подготовки. Требования конкурсного задания напрямую связаны с современными требованиями к квалификации. Организаторы предлагают родителям и детям посетить чемпионат. Основная площадка в Тольятти. Здесь будут соревноваться сварщики, каменщики, повара, портные, преподаватели младших классов, механизаторы и многие другие. Возможно, это поможет ребенку выбрать будущую профессию. Они смогут наблюдать, первое, это работа мастеров. Второе, это работа интерактивных площадок. Организуется на базе Олимпа, где школьники могут попробовать свои силы. Стоит отметить, что чемпионат будет открытым. На него приедут не только из Самарской области, а из 14 регионов России. 600 участников в профессиональном конкурсе и столько же школьников в младшей возрастной группе. Максим Остриков, Владимир Терентьев, СТВ. Поздравление с днем рождения принимает российский Дед Мороз. Именно 18 ноября, по наблюдениям синоптиков, на его родине в Вологодской области начинается настоящая морозная зима. Каков возраст волшебника, доподлинно неизвестно, но точно более 2000 лет. На центральной площади Великого Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные мероприятия. И по традиции зажигаются огни на первой новогодней елке. А сразу после Дед Мороз поедет по российским городам и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на зеленых зимних красавицах. По традиции добрый волшебник посетит и Самару. Пятница. Самое время не только отметить конец рабочей недели, но и построить планы на выходные. Отдохнуть и набраться положительных эмоций поможет разнообразная культурная программа. Полное событий на ближайшие выходные. Слово нашему корреспонденту Вячеславу Душину. Сменить будничную обстановку на праздничную и набраться новых приятных впечатлений в предстоящий уикенд поможет наша пятничная рубрика «Ободрящий ноябрьский мороз» только на пользу. Начнем по порядку. Для тех, кто наметил поход по выставкам, есть несколько отличных вариантов. В артфайе художественного кинотеатра открылась экспозиция абстрактного искусства. Все работы выполнены из нетрадиционных материалов, например, спички или кофе. Поностальгировать по жаркому июлю можно в Самарском художественном музее. Здесь открылась выставка «Артмост. Впечатление от лета». Более 40 полотен известных живописцев. Для любителей животных в субботу на целый день откроется большая выставка собак с показательными выступлениями и соревнованиями. В воскресенье уже ставшая традиционной выставка кошек от приюта «Надежда». Для маленьких непосед воскресным утром состоится детский праздник поиски сокровищ. В программе поиск настоящих пиратских артефактов, аниматоры, призы, подарки и яркие фото. Время и место без труда можно узнать в интернете. Тем, кто в эти выходные планирует сходить в кино, есть что посмотреть. Премьера уже готова к показу. Картина «Фантастические твари» и где они обитают. Фильм о приключениях писателя в секретном сообществе волшебников, происходивших за 70 лет до того, как «Гарри Поттер» прочтет его книгу в Хогвартсе. Еще одна киноновинка – «Драма по соображениям совести». История про убежденного пацифиста, которому удалось оказаться в списке величайших военных героев всех времен. Теперь о театрах. В субботу и воскресенье зрители драмы увидят новеллу «Побег из Шоушенко». История солидного банкира Энди Дюфрейна, без вины загремевшего за решетку на пожизненный срок. Удастся ли ему вырваться на свободу? В Самарте в эти выходные комедия «Таланты и поклонники». Актриса провинциального театра собирает вокруг себя всех бывших женихов. Они довольно обеспечены и готовы решить все ее финансовые проблемы. Однако в жизни нашей героини появляется бедный чудак-студент, который без всяких богатств перевернет ей жизнь. В филармонии в субботу концерт для трубы с оркестром к 285-летию композитора Йозефа Гайдна. В воскресенье музыкально-литературные композиции в исполнении симфонического оркестра и следом песни из кинофильмов Ильдара Рязанова концерт памяти великого режиссера. На этом у меня все. Удачных вам выходных. Не скучайте. Порвать справочник в 560 страниц и даже надуть грелку, да так, чтобы она лопнула. Такими талантами обладают слушатели самого усатого радио. На Код.ФМ продолжается акция «Сдай нормы КТО». К ведущим утреннего эфира на этот раз зашел мастер спорта, обладающий настоящей богатырской силой. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Сергей Обухов – этакий современный богатырь и просто мастер на все руки. Погнуть гвозди голыми руками, порвать справочник в 560 страниц или надуть грелку, да так, чтобы она лопнула – для него обычное дело. В прямом эфире в этом смогли убедиться и слушатели радио Код.ФМ. Спортсмен. А теперь и артист оригинального жанра признается – всем этим трюкам его научил друг полтора года назад. Теперь свой талант он с радостью демонстрирует на публике. На самом деле было очень трудно. Сразу ни у кого не получается, сколько я уже людей обучал. Как минимум месяц надо, чтобы хоть что-то начало получаться. Первый раз на радио, очень понравилось. Здесь все так позитивно. Особенно Код.ФМ – очень смешное радио. Принять участие в акции может каждый. Главные условия – творческий подход и креативность. Необходимо снять видеоролик с подтверждением своего таланта. Прислать его на сайт kodfm.ru или в группе ВКонтакте. Самые яркие участники станут гостями утреннего шоу «Махеровый шарфик». География наша решается. Сегодня к нам гость приехал из Тольятти, и он нас настолько поразил. Честно, при всем моем опыте работы в эфире, сегодня даже я вскрикнула от удивления. Такие эмоции. Я думаю, что все наши слушатели имеют право увидеть, услышать этих талантливых людей. Мы всех собираем, естественно, на финальную акцию, но перед этим сначала приглашаем к нам сюда. Вот такие рукодельные подарки у нас появляются. Очень много интересных гостей, поющих. Надеемся, еще придут к нам и танцоры. Надеемся, что будут и кулинарные таланты. Всех ждем к нам. Принимайте участие. В начале декабря мы проведем финальную встречу, финальную акцию, где мы в одном из кафе города Самара соберем самых талантливых, самых креативных и творческих. И победитель, кстати, все участники нашего шоу получат призы и подарки, а вот победитель получит право посетить один из самых лучших, самых модных, самых лирических парк-отелей нашего города. Клуб талантов открыт отборочный тур в самом разгаре. Финальная сдача норм КТО пройдет 10 декабря. Подробности на сайте kotfm.ru Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. И о спорте крылья советов готовятся к одному из самых тяжелейших матчей в сезоне. В это воскресенье в Санкт-Петербурге Волжан примет местный «Зенит». Это один из лидеров чемпионата страны и грант отечественного футбола. Самарцы активно тренировались под руководством нового наставника Вадима Скрипченко. Что смогут предложить грозному сопернику волжские гости в нашем материале? Разумеется, статистика матчей крыльев советов и «Зенита» не в нашу пользу. Команда из северной столицы всегда была более богатой, звездной и титулованной. Но есть одно «но». Волжане не раз в матче с питерцами не только огрызались, но и показывали зубы. И даже громили сине-бело-голубых на собственном же поле. Вот это знаменитое для наших болельщиков видео. Крылья обыграли «Зенит» впервые за 11 лет. На тот момент это был действующий чемпион страны. 29 августа 2015 года. Стадион «Петровский». Наши практически в одну калитку выносят питерцев 1-3. «Зенит» отомстил в марте этого года в Самаре 0-2. Так что соперники в какой-то степени квиты. И вот очередная встреча команд. Можно посмотреть, сколько «Зенит» забил за текущий сезон. И понять, что команда отстроена только на атаку. Относительно игры, могу сказать, что у нас, думаю, будет шанс больше в контратаках. Потому что, так как «Зенит» атакует, у них будет много зон за спинами защитников. Поэтому для нас, я думаю, такая очень хорошая проверка будет. Крылья Советов находятся сейчас в непростом положении. И это мягко говоря. На данный момент наша команда в так называемой зоне вылета. Никаких иллюзий о высоких местах по итогам этого чемпионата нет. Главная задача – сохранить прописку в элитном дивизионе страны. У руля «Волжан» сейчас встал молодой и перспективный тренер Вадим Скрипченко. Специалист уже готовил самарцев к выезду в Санкт-Петербург. Самое главное – нужно понимать, что противопоставить сопернику в этом отношении. Для того, чтобы все-таки их атакующую мощь каким-то образом за счет оборонительных действий наших общекомандных снизить. На поле стадиона «Петровский» команды выйдут уже в это воскресенье. Разумеется, «Зенит» выглядит явным фаворитом в этой дуэли. И тут вопрос – что смогут предложить и чем удивить гостей, которым некуда отступать – гранду отечественного футбола. Самарские болельщики всерьез надеются на очередное «Маленькое чудо» от крыльев Советов. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Что ж, будем болеть за крылья Советов, а у меня на этом все. Далее прогноз погоды и программа «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта «Георгия Лиманского» – «ГСЛиманский.ру». Читайте наши новости в социальных сетях в группах «СКАТОС ТВ Самара». Заходите на сайт телекомпании. А я же с вами прощаюсь. Хороших вам выходных! Продолжение следует...